В 90-х и 2000-х годах был период такой, что достаточно было произвести или доставить товары в страну, и он продавался сам. Но представьте, даже элементарно чая не было, чай привез, он продается сам. Не было брендов, конкуренции такой не было. Тебе нужно просто было расфасовать и поставить его на полку. И люди привыкли так делать бизнес. Из-за этого старые компании, которые открылись в 90-е, нулевых они обанкротились многие. Сегодня люди, которые думают, что у меня уникальный продукт, поэтому люди ко мне придут, не придут уже. Ты конкурируешь уже в миру. Все через Инстаграм продают сегодня. Потому что если тебя там нет, у тебя нет. Отдел продаж – такая болевая точка любого бизнеса практически. И очень часто спрашивают, что нужно сделать для того, чтобы усилить продажи. Или как понять, что у меня огрехи в продаже, сколько я недорабатываю, какова упущенная прибыль из-за того, что у меня плохие продажи. Во-первых, есть точка безубыточности самого отдела продаж. Ты можешь бесконечно набирать продавцов, и ты будешь думать, что продажи будут расти, и ты будешь зарабатывать. На самом деле будет такая точка, когда ты будешь продавать больше и будешь зарабатывать меньше и меньше. В какой-то момент ты можешь уйти в минус. В калькуляцию, когда ты считаешь себестоимость продукта, вложить и рекламу, и на отдел продаж. Старые компании, которые развивались с 90-х, с 2000-х годов, они очень редко в калькуляцию, в себестоимость закладывают вообще отдел продаж. Его нет там. Это очень удивительно, но нет. Торговые же компании, которые дистрибьюторские компании, они всегда знают свою точку безубыточности, потому что у них нету производства. Взяли по одной цене, продали по другой, и у них есть своя маржинальность, и у них заложена себестоимость одного продавца. И у каждого продавца должна быть, сколько он должен принести, чтобы фирма заработала. Как минимум, должен хотя бы себя окупить. Как понять, что я недорабатываю, если ты не знаешь, что такое битрикс, и у тебя нету метрик в отделе продаж, ты 100% недорабатываешь. Если ты не знаешь, что такое таргетированная реклама сегодня, до свидания. Если у тебя нету скриптов продаж, до свидания. Ты, значит, вообще, ну, процентов 80 недорабатываешь от того, что ты имеешь сегодня. Сегодня продажи стали сильно легче. Почему я так говорю? Потому что я занимался продажами, и я был директором по продаже в крупной компании. Но тогда не было такой цифровизации. Раньше было очень мало окошек, где ты мог соприкоснуться с покупателем, с конечным. Сегодня очень много с разных сторон ты можешь зацепить одного и того же покупателя. Очень много каналов продаж совершенно разных, с разной аудиторией. Ты можешь выбирать вплоть до локаций. 90% упущенных продаж закладываются в том, что ты забыл позвонить или забыл о себе напомнить. 90% покупок, они либо эмоциональные, либо импульсивные. И поэтому этот импульс нужно поддерживать и вовремя закидывать к человеку. Человек покупает примерно на 18-й раз, когда он видит рекламу. Первый раз он не замечает, потом он начинает рекламу раздражать. На 18-й раз происходит покупка. Если товар качественный, то происходит вторичная покупка. Техника продаж не изменилась. Изменились подходы к продажам. Инструменты изменились. Но техника та же самая. Чем хорош Битрикс и подобные программы, там CRM? Тем, что у тебя есть срок исполнения. Позвонить в течение часа, позвонить в течение трех дней. Позвонил, не позвонил, что сказали. Звонки записываются. Можно переслушать, если ты не так понял. Потом очень важно все равно нанимать людей. Чем больше ты хочешь продавать, тем больше и качественнее людей ты должен набирать. Ты можешь взять низкокачественных, грубо говоря, людей. То есть не продавцов. Нанимать абсолютно юных. Их обучать под свой продукт. Нужно обучать. И потом уже создать свои алгоритмы продаж для этих продуктов. У тебя должны быть алгоритмы преодоления возражений. Поэтому если у тебя вот этого всего нет, ты теряешь большие деньги. Если у тебя уже есть отдел продаж. И все хорошие люди тебя устраивают. Очень важно для отдела продаж проводить постоянные тренинги по продажам. Стандартные. Это будет одно и то же. И старички будут говорить, да мы это все знаем. Не знаете. Просто показывайте. Опять обновляйте, обновляйте. Потому что у них это должно дойти до автоматизма. Это первое. И второе. Я бы рекомендовал, чтобы им надо так оскомину этим товаром набить в голове, чтобы они любили этот продукт. Самое очень важное, что руководитель организации должен сделать так, чтобы его продукт любили его продавцы. Поэтому там дегустации или какие-то объяснения и так далее. И у человека очень сильно закладываются эмоции хорошие. Определенные действия для психики очень важно, чтобы подкреплялась с положительными эмоциями. С продавцами нужно обходиться еще уважительно. Это очень такая каста людей, которые когда обижаются, они хуже продают, и по ним видно. Им надо вовремя платить зарплату, они будут работать. Как только ты зарплату, мотивацию обломал на 2-3 недели, продаж нет. Одно время вообще, когда в нулевых пришел в эту профессию, это было унизительно. Считалось, что это низшая каста вообще людей, которые есть. А сегодня она хоть в статусе приподнялась. То есть человек, которому умеет продавать, он гений сегодня. Субтитры сделал DimaTorzok